Амбиция, которая горы свернуть помогает. Сегодня путевку во взрослую жизнь получили выпускники высших учебных заведений. В Минске прошел республиканский бал, традиционно с участием президента. Судьба каждого не безразлична, государству заявил Александр Лукашенко. А вот ждут ли сегодняшние выпускники алых парусов или прочие люди? Анна Пыш, Большому кораблю, Большое плавание. Так бережно мужчины относятся разве что к свадебному костюму и военной форме. Погоны лейтенанта блестят золотом. Рубашка, белоснежно, обувь. Само собой, да блеска. Он в последний раз пройдет по коридорам, где даже со стен сурово глядят. И напоследок решит тряхнуть стариной лейтенант Кутафин. Берет в руки карабин и вот оно. Мастерство владения оружием в мирных целях. Отличный экспортсмен. Призер. Он даже состоял во взводе почетного караула. Те, кому Алексей дает мастер-класс, совсем скоро в День независимости будут блистать на Гродненском параде. Но для него начинается другая жизнь. Через месяц отпуск он поступит на службу в одной из военных частей региона. И, кажется, кем стать, выпускник военного факультета знал с детства. Три поколения мужчин в семье в погонах. А прадед и вовсе прошел Великую Отечественную. Я офицер службы тыла. Буду обеспечивать военнослужащих, выполнять задачи по всестороннему, бесперебойному обеспечению. Если простым языком сказать, буду делать так, чтобы солдат не ходил голодным и никогда не замерзал. На ректорском балу с ним рядом отец. И крепкое мужское рукопожатие, порой красноречивее слов. Конечно, к волнению за судьбу сына примешивается и гордость. Алексей среди тех шестерых, кто представляет Гродненский университет на республиканском балу. Но сегодня торжества начинаются в миноре. Связь поколений, где почувствуешь ее силу, как неустыл, увековечивший Минск город-герой. Но на легкую грусть сегодня отведено совсем немного. И вот лучшие выпускники собираются в шумные компании, обсуждая наряды, программу вечера и, конечно, планы на будущее. Пригласители на республиканский бал для многих как билет в большое плавание. Я специально ветеринарный врач. Иду на отработку тоже в сельское хозяйство. Во-первых, это гарантия того, что уже есть место, где я буду работать. Я знаю, какой коллектив будет и знаю, что буду делать. И на ближайшие пять лет мне не нужно беспокоиться, что где-то нужно идти искать работу. Перед нами открыта дорога, светлое будущее. И очень важно сегодня получить слова на путстве и некой поддержки именно от главы государства. Это вселяет веру в себя, надежду на то, что все-таки мы принесем какой-то вклад в развитие нашей страны. Я закончила спортивный инженер. Это первый выпуск. Это новый факультет в нашем вузе. В надежных руках вот наши спортсмены. Информатика, радиоэлектроника, все это сфера IT. Это очень сейчас впереди планеты всей, популярно распространенно. Поэтому вопросов с работой не возникает никаких. Ты с первого курса задаешься целью и идешь к ней, и находишь места, где можешь себя реализовать. И университет тебе в этом очень помогает. В череде памятных дат и страниц семейного альбома особое место отведено, пожалуй, именно выпускному. Этот день, проведенный так легко спустя годы, будет вспоминаться с легкой грустью. В этом году искать свое место под солнцем предстоит более чем 80 тысячам выпускников. И если все сложится, то страна услышит их имена еще не раз. Но каким бы головокружителем не был их полет, сами себя они всегда будут вспоминать, как выпускник 2016. Их взгляды на жизнь трезвы и не затуманены юношескими грезами. Ведь отголоски того, что приходит новое время, экономики знаний, не могли не дойти. 222 лучших выпускника, как шанс для всей страны стать лучше. Символично то, что вы начинаете свою деятельность в качестве специалистов в первый год нашей пятилетки. На которую мы возлагаем большие надежды в плане динамичного развития нашего государства. Как глава государства особо подчеркну, сегодня мы делаем ставку на молодежь. Поэтому в недавно принятой программе одним из государственных приоритетов нашей страны на будущую пятилетку, как минимум, я уверен, и дальше является политика в отношении молодежи. Я вижу готовность молодого поколения плодотворно работать и проявлять инициативу. Я это приветствую. Ведь вам предстоит осваивать новые технологии, развивать производство, сферу услуг, выводить белорусскую культуру, науку на лидирующие позиции в мире. Я бы вам посоветовал ставить перед собой самые серьезные цели. Они, на первый взгляд, может быть, покажутся не только окружающим, вашим родителям, но и вам недостижимыми. Главное поставить цель и идти к этой цели. Если вы правильно поставите цель и будете к ней идти, ежедневно вы обязательно добьетесь желаемого. Я хочу, чтобы вы знали, что судьба каждого из вас, не только мне, но и целом государству небезразлична. Мы сделали все, что должно сделать государство для молодежи. Предоставить вам первое рабочее место по специальности. Не каждое государство себе это может позволить. Мало быть просто профессионалом. Главное стать порядочным человеком, верным своей родине и народу. Вот в это время, которое мы переживаем, оно сложено тем, что начался, как мы часто говорим, передел мира. Устанавливается новый миропорядок. Появилось новое государство, которое претендует под этим солнцем занять лидирующее положение. А эти положения, эти места уже заняты. Поэтому кое-где вспыхивают локальные конфликты. И главное сегодня уберечь страну, уберечь мир от глобальной войны. Будет мир в стране. Я уверен, что мы не просто будем жить, мы решим свои проблемы и достигнем тех целей, которые мы поставили перед собой. Кроме поздравлений и напутствий от президента, благодарности и награды для лучших. Причем не только выпускников, но и преподавателей. Ведь с их легкой руки студенты выходят в жизнь. То, что Беларуси есть чем, а главное, кем гордиться, подчеркивает и исторический антураж праздника. Год культуры диктует свои правила. Ценить мир и работать на благо Родины. Кто-то скажет, это слишком высокопарно. Но именно эта клятва из уст выпускников звучит уверенно и громогласно. Клянемся! 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 Большие дела и маленькие подвиги. Далекие горизонты и ближайшие планы уже завтра. Успех и авторитет бывших студентов будут определять неоценки в зачетке. Анна Пыш, Александр Голобурда. Наши новости ОНТ.